Привет, всем привет! Ну что, я дожила до того дня, когда у нас закончится пост. Давайте я вам коротко расскажу. Две дня назад умер родной дедушка мужа, он же был глава семьи, он же как вожак, фактически. По нуле не отца, как он был самый старший, сейчас следующий за ним идет свекор мой, и дальше уже идет муж. Поэтому, так как мы, так сказать, самые главные, да, ну, я бы не сказала, как наследники, да, но наследники, это как фактически, но самые главные родственники. Мы должны были придерживаться очень строгого поста, хотя я, знаете, я в жизни вообще против вот этих вот всех постов. Это был мой самый первый пост за 27 лет в моей жизни, и я вам сегодня расскажу, как я вообще его пережила, что мне надо было делать, что не надо было. Ну, в общем, поехали. Недавно мы были на одном празднике, и для этого праздника купили платьишко девочкам, значит, красивое, нарядное, и как-то раз только-только мы, мы даже не вышли. И получается так, что угостили пиццей, пиццу, значит, в Индии едят с вот таким вот кетчупом, и девочки раз проливают себе кетчуп прямо на свои платьишки. Праздник не удался. Наверное, я бы так сказала еще год назад, но потом, благодаря моей подруге, у которой тоже сын маленький, который постоянно марает свою одежду, и она у меня спросила, Света, почему ты не покупаешь салфеточки вот такие себе? Ребята, я вообще скептик по жизни, и, ну, я не верила, что какие-то салфетки могут помочь от пятен. И знаете, что сделала моя подруга? Она, значит, заказала вот эти вот салфетки прямо в Индию, вы не поверите. Но как только я их попробовала, я решила, что она была права. Выглядит как обычная салфеточка, но, видите, у них специальный какой-то раствор, чтобы они выводили пятна. На самом деле, ребят, производители такие молодцы, что придумывают вот такие вот классные вещи. Вот смотрите, видите, даже уже пятна остались. Вообще салфетки борются со свежими пятнами. Прям, знаете, только-только капнула, там, только ребенок замазался, и прям очень классно вот это все замазать. Даже если, ну, вот, например, кетчуп, там, какие-то, может быть, спицы, или, ну, такие пятна, которые вообще, в принципе, трудно, да, стируются даже обычным порошком, то пятна, значит, если вот протрете вот этой вот салфеточкой, пятна потом легче отходят, и они действительно отходят, как не остается ничего. Смотрите, я тру, при вас тру. Вот практически уже ничего не остается. И вот, пожалуйста, девочки идут у меня чистенькими. И поэтому вот эти вот салфеточки я всегда с собой ношу прямо в кармане. Все, они так мало места занимают. И, знаете, вот удобно, я сейчас принесла, значит, сандалик детский. Давайте посмотрим. Пятна вводящие салфетки с легкостью позволяют избавиться от неожиданных загрязнений. Мне очень нравится, что после применения они не оставляют ни следов, ни разводов от пропитывающего лосьона. Прекрасно подходят для любых видов тканей. И способ применения самый простой. Взять салфетку, обработать грязное место и дать высохнуть. Вот вам еще яркие примеры, где можно использовать вот эти вот салфетки от Brand Free. Например, мы все, да, девушки, женщины, надеваем белые какие-то рубашечки, блузочки. И, ну, бывает так, что тональный крем где-то зацепился. Ну, достали вот эту салфеточку, потерли, и все. Сразу рубашечка, блузочка становится идеально чистая. Мы едем, ездим в автомобиле, да, что-то какой-то соус капнуло, что-то пролилось. И просто тоже достали вот эту салфеточку, подмазали, и все идеально отходит, да. Сидение от автомобиля сразу становится чистое. Я, кстати, хотела добавить, что салфетку одну хватает прямо на большое пятно, да. Очень экономичный расход у них. Запах приятный у них. Салфеточки можно заказать по ссылке. Как всегда, оставлю в закрепленном комментарии и в описании под этим роликом. Ребят, а вы обязательно попробуйте и напишите мне в комментариях. Я жду от вас благодарности за такую полезную рекомендацию. Сначала я вам хотела показать, что на девятый день принято постирать все постельное белье. Ну, все, что вообще без текстиля, который использовался вот эти вот последние дни. Может быть, полотенца, шторы, наволочки. Ну, не обычные наволочки, а, например, диванные. Они тоже стираются. И в моей комнате это тоже ждет сегодня. Буду для вас снимать, показывать. Пока тут сняли постельное белье, я хотела вам показать кровати, на которых спят, ну, в основном, наши бабушки. Они привыкли к вот таким вот обычным матрасам. Смотрите, первый матрас, второй матрас. Ну, как бы все равно тоненький, там тоже по два матраса. Ортопедические почему-то они не воспринимают. Даже если твердую, когда купили, и бабушка отказалась напрочь на нем спать, подушку они твердую выбирают. Мне кажется, это из привычки пошло, потому что... Ну, потому что раньше в Индии вообще, ну, как бы люди спокойно на полу могли спать. Кстати, я вам скажу, что чему я завидую индианкам, так это их осанки. У них очень крепкие спины, потому что они просто живут в своей позе лотоса, но у них с осанками, я не знаю... Апкае, пичдыкае, из оси-доси-доси-дой. Посмотрите. Апка салки дна? Не? Саус-сал. Так же все протирается, вся мебель. Ну, знаете, считается, что просто за эти 9 дней может накопиться негативная энергия в доме. Протирают, ну, обычной тряпкой, промывают водой, то есть не санитайзером, не какими-то средствами. Единственное, мыльным раствором вот могут про это протирать. Вон там гостиная, ну, как для гостей комната. И вот это общий зал. Здесь тоже, смотрите, сняли все шторы, и все стирается. Это уже комната тети, и у нее, ну, такой жесткий, это сверху, наверное, как воздух образуется, но очень жесткий, такой-то ортопедический матрас. Как раз-таки, ну, дядя выбирал, доктор, который дядя, здесь доктор дядя, доктор тетя. Спят, ну, как вторые родители для шекера. У нас помягче матрас. Вика помогает пообираться. А, тетя тут решила растениями заняться. Потом присунусь, при развиточке убираю это. Потому что мы загай, суммы, память дали, шапка линюет. Что там есть, катария? Смотрите, прям водой вот так вот моет, воду заливает. Ну, наверное, раз в 3-4 месяца вот так вот водой заливает, чтобы хорошенько все промыть, или что-то случается, или перед праздниками большими, там, девали, холи, вот так вот все чистят. Выбирают, убирают, водой заливают. И при том, что там мебель деревянная, да, есть, ну, все там высыхает. Вы знаете, здесь столько правил во время, ну, вот этих вот всех постов. Например, ну, значит, порошок давала мне, ну, как это вот сюда, снизу, они, получается, закупают где-то оптом, потому что семья большая, но, как бы, дорого получается порошок. И оптом, значит, закупают, внесут, все хранится. А я не люблю этот порошок, потому что он очень дешевый, и, ну, как бы, другие выбирают фирмы. Я, значит, отправила шекер. Говорит, не надо покупать порошок, потому что, ну, как бы, не принято в эти дни вообще, ну, как бы, совершать какие-то покупки. Например, мы овощи, да, покупали на рынке. Это еще ладно, потому что это нужно для нашего поста. Если там никто не будет покупать, то как мы будем есть? А если порошок, если есть, ну, как бы, другие варианты, если можно, ну, как обойтись вот этой покупкой, то лучше не покупать. Ну, вот такой вот порошок, самый обычный. Тут мне дала тетя второй раз уже, потому что первая покупка уже закончилась, она меньше была. Давайте я расскажу, что мне нельзя было делать. Ну, самое первое, что я вся уже чешусь. В общем, нельзя мыть голову. Почему так? Потому что, ну, знаете, индийская культура требует такого вот глубокого осмысления. Раньше я очень поверхностно к этому относилась. Я, ну, даже, наверное, год назад, полтора года назад, ну, совсем недавно, да, я выставляла там ролики, что там кто-то умер, да, ближайший родственник, близкий, и женщина не моет голову. И, конечно же, это, ну, не то, что высмеивала, да, для меня это было непонятно. И, конечно же, там в комментариях прилетало, что вот индусы там немытые, ну, как любимое слово, там, цыгане. Лишь бы там не мыться, лишь бы найти повод, чтобы не мыться. На самом деле это не так. Индусы очень-очень чистые. Настолько чистые, что у меня же порой бывает, ну, не то, что стыдно, наверное, страшно. Потому что я, когда здесь жила, утром ты только просыпаешься, и у меня спрашивали, а ты помылась? Ты помылась перед тем, как прийти вниз и пить чай? То есть это, ну, настолько строго, это, ну, как бы вся религия, да, строится на том, чтобы ты утром встал, ты почистил зубы, ты помылся, и там в определенные дни можно было только мыть волосы, иначе, ну, как, ну, я не знаю, я в это не, тоже не углублялась, но, может быть, можно, потому что меня часто спрашиваются это, в какие дни нельзя мыть волосы? Потому что, знаете, некоторые в своей жизни находят какие-то закономерности, да, например, в какие-то дни нельзя стричь волосы, и потом раз, волосы не растут, а в какие-то дни, я сама по себе это знаю, в какие-то дни ты стрижешь волосы, они у тебя просто прекрасно растут, я, кстати, сейчас нарастила волосы, у меня они грязные, я не буду открываться вследствие 9 дней, но я, кстати, грешила по этому поводу, я как бы немного подмывала их, потому что, представляете, 9 дней ты не моешь голову, а когда дедушка умер, получается, это уже был мой третий день, это был мой день, когда я должна была помыть голову, я раз в 2-3 дня голову мою, и значит, они мне очень сильно отросли, эти волосы, в какой день я их подстригла, я вообще не помню, я не в курсе, в общем, отросли вот настолько, и в Индии, значит, в это во все верят, значит, я начала углубляться, вообще, что это такое, почему не моют голову, если, ну, как бы для индусов, это же религия индуизм, правильно там говорить или индусов, или же индуистов, да, то есть всех жителей Индии нельзя называть индусами, потому что в России есть Татарстан, есть Северная Сити, где много мусульман, но нельзя русских называть, как словом, христиане, да, как общий, как в, ну, как про индийцев, говорят индусы, но то же самое, если будет про русских или россиян, наверное, россиян, да, которые живут в России, на территории России, говорит, что это христиане, да, не русские, это христиане, или там не россияне, это христианин, то же самое здесь, вы когда говорите слово индусы, или же индуисты, индуски и так далее, очень много, ну, как в комментариях, да, приходят люди, не разбираются, ну, как бы, чем отлично, на самом деле жители Индии, это индийцы. Ну, и, в общем, я начала разбираться во всей этой индийской логике, в общем, две недели назад я смотрела интервью с Амбурской, и она говорит, я аскезница, этого слова я вообще не знала, сразу полезла прогуглить, что же это такое, и плюс еще она сама объяснила вообще, как это происходит, как это работает, ну, в общем, это связь со вселенной, да, это относится к тем людям, которые просто верят, да, в какие-то силы, верят во вселенную, верят, ну, просто верят в бога, да, не там ходят, не молятся, не что-то напоказ делают, а именно, как из своего сердца, да, верят, и, значит, как это все работает, ты договариваешься, да, со вселенной, там, с богом, ну, как ее пример был, да, я там отказываюсь от сахара пожизненно, и ты мне даешь какие-то проекты, и она говорит, что не с первого раза это сработало, но в итоге, ну, как бы результат был лучше, чем она ожидала, и, значит, как в Индии проходит, я поняла, что поведение вот этого вот индуистов, это как раз-таки есть та самая аскеза, когда человек умирает, да, его сразу же кремируют, и там в течение, кого-то в течение 24 часов, да, ближайших суток дедушку кремировали, ой, ну, утром он умер, и до полуночи его кремировали, ну, часов, я не знаю, там, 14-15 прошло где-то вот так вот, кого-то за, там, до 48 часов, ну, как бы Индия тоже большая, и везде свои, как бы, правила есть, у нас в местности до суток нужно обязательно кремировать, и то там астролог смотрит, в какой, может быть, сегодня нельзя кремировать, да, когда он умер, там, на следующий день кремируют, это очень важно, чтобы, они же верят в перерождение, да, есть цикл, вот этот вот вечный, когда человек рождается, и когда человек умирает, и люди в этом цикле верят в карму, то есть, как человек обращается к другим людям, как, ну, как его поведение, может быть, он высокомерен, может быть, он обманывает, ворует, у него плохая карма, так как у нас, в принципе, мне кажется, очень даже похоже, плюсики, там, ты себе ставишь минусы, и потом в итоге, значит, ну, как нас учили, да, в школе, ты попадаешь или в ад, или в рай, ну, здесь то же самое, или ты перерождаешься, ну, как твоя душа попадает в какого-то, ну, как бы, хорошего человека, может быть, при деньгах, или при должности хороших, хорошую семью, или же человек с плохой кармой, там, в следующей жизни, там, братья чи собака, да, которую все пинают, и вот всю жизнь она страдает, еще, как назло, не хочет умирать, да, как бы это, смерть не забирает ее. Очень важно, когда человек прекращает вот это вечное перерождение, да, вот этот цикл, он завершается, то есть душа попадает в нирвану, она навсегда освобождается, и цель, ну, как бы, каждого индуиста попасть именно в вот эту нирвану, и, как бы, задача родственников помочь душе здесь, на земле, ну, как бы, этому осуществиться. И, значит, заключают аскезу, например, женщины отказываются от, ну, какого-то, какой-то роскоши, какого-то комфортно отказываются от покупок, да, в эти дни, вот эти 9-10 дней нельзя покупать, значит, ну, какие-то телефоны, там, технику, там, что-то такое, вот, чего ты ждал, там, собирал на что-то деньги, там, или квартира, ну, в общем, ничего нельзя покупать, чтобы, ну, как ты, ну, как в жертву себе, что ли, приносишь. То есть про все вот это мирское нужно забыть. Также мыть голову, да, потому что, ну, куда женщины не смытой головой, да, это все-таки, ну, наверное, как номер один, да, как и помыться, чтобы у женщины была чистая голова, и ты приносишь себя в жертву, что ты не моешь голову. Потом что нельзя делать? Значит, свекровь, она как старшая невестка, а, кстати, вообще как невестки, да, именно по поколению, не я уже, там, через поколение невестка, а поколение свекрови, там еще наши тети, значит, они мылись в саре, на улице, приходила женщина, тоже, ну, как помощница, поливала на них ведра, и они вот как-то в саре должны умудриться немного подмыться, и потом уже переодеваются, это в течение 9 дней, то есть это тоже приносишь ты себе в жертву, что ты не можешь нормально, привычным образом, так сказать, помыться. Свекр, значит, ему больше всех досталось, он должен спать на жесткой кровати, без матраса, ему постелили только пледик, он не должен вообще никого трогать, и никто не должен его трогать, единственный момент был, когда мы только-только приехали, девочки полезли к нему обниматься, свекровь очень сильно ругалась, потому что у тебя, ну, как ты же только-только кремировал своего отца, мало ли, там духи в себя вселились, около тебя там духи, потом на них вся вот эта энергетика, да, плохая перейдет, ну, в общем, очень много свекровь возмущалась, он говорит, да, господи, что-то можно и не верить, ну, я с этим согласна, потому что вот индийская, да, цивилизация, она настолько старая, она, наверное, одна из самых старых, и, ну, как бы со временем что-то уходит, поэтому наше поколение пускай, ну, как бы что-то, их поколение пускай что-то убирает, да, ну, как бы есть исключение, когда только приехал, спустя три месяца, да, как-то не можешь его не обнять, да, внучек, ему нельзя, он сам себе готовит еду, начиная со второго дня, ему там все режут, там, остальное там жарит, там, что-то там смешивается и подливки готовит, это все, ну, как бы он сам делает плюс, он еще готовит для своих братьев и младших, и для отца, отец-нот, который умер, значит, у них есть около дома колодец, и туда он в течение девяти дней, значит, относил еду, мне запретили снимать, ну, хотя, знаете, как бы, может быть, можно снимать, а может быть, нельзя снимать, ну, не знаю, сфиграф очень такая, вы знаете, верующая, и поэтому, как бы, все ее слушают, мне кажется, если бы она была в каком-то другом месте, то я бы могла там попросить шекора, там, туда только мужчины ходили, шекора, чтобы просто хотя бы сфоткал, да, вообще, как это выглядит этот обряд, ну, в общем, относил еду, как у нас принято на могилку, да, относить что-то, там, ставить конфетки, там, цветочки класть, вот у них в течение девяти дней ты кладешь в колодцу, значит, еду, и ту еду, и в таком, так сказать, формате, как любил покойник, столько же соли, столько же сахара в любимых его, ну, как бы, тарелочках, как он ел всегда. Ребят, я с собой не взяла никакого держателя для телефона, потому что мы, ну, улетали очень-очень быстро, там, в течение двух часов просто решалась наша судьба, мы успеем на самолет, не успеем, потому что он был единственный в этот день, и надо было срочно успеть, и в салете я забыла, ну, как свой держатель, да, чтобы записывать видео, поэтому я все это делаю по старинке, так сказать, на телефон, на кружечке, на кружечку поставила телефон, свой, и сзади бутылочка держит, чтобы не упал, ну, простите, уж как есть. Главное, мне кажется, до вас донести, ну, как бы, информацию вообще, как и что здесь проходит. Сейчас должен прийти водитель и принести лестницу, снять вот эти все наши шторы, хотя я, ну, как бы, изначально я отказалась, чтобы их стирать, потому что зачем, если мы сейчас уже через пару дней уезжаем, и свекровь сказала нет, все-таки в себя вселяет вот эту вот энергетику, тем более мы ездили каждый день, да, туда, к дедушке домой, мы могли привести вот эту плохую энергию в нашу комнату, в дом, поэтому надо обязательно все стирать. Самое, кстати, главное, от чего точно отказываются, и от чего я отказывалась, когда какие-то такие вот большие праздники, это от мяса. Яйца, рыба, птица, мясо, что угодно, не вегетарианская еда, запрещена вот эти вот дни. И, ну, как-то раньше я пыталась соперничать, как бы, с мужем по этому поводу. Где-то можно было делать поблажки, да, потому что, ну, все-таки я привыкла, я мясная девочка, я очень люблю мясо, и, в принципе, только мясом готова ей питаться. Здесь же, знаете, у меня даже не было, ну, сомнений, несомнений, каких-то противоречий, что ли. Ну, как бы родной дедушка, это любимый дедушка у мужа, и поэтому, как бы, я даже сама решила, да, то есть меня никто не уговаривал, мне никто не говорил в этот раз, что, там, нельзя это есть, нельзя это есть. Я, в принципе, себя, ну, как бы, сама все знаю, знаю, насколько это важно мужу, там, семье, ну, как бы, свекрам, да, и, ну, сама, как бы, не ела вот эти девять дней, ни одно яичко не съела, приношусь в жертвы, сижу на посту. Ну, я вам обещала рассказать, как я себя чувствую, в принципе, первые, наверное, 3-4 дня я себя чувствовала прекрасно. Что можно было есть? Батат, вот эти сладкие картофели, обычную картошку, в общем, здесь очень вкусно готовить, я обожаю это блюдо. Сначала, в общем, в мундире, да и, в принципе, можно без мундира, отваривается картошка, немного она разрезается, и, значит, на топленом масле она вот слегка вот так вот обжаривается на сковородке. А топленое масло, кто не знает, это, значит, обычное сливочное масло, которое просто перетопили, и оно просто не пригорает, и, значит, такой аромат становится у этого блюда. Зиру можно добавлять, куркуму нельзя, чеснок нельзя, лук нельзя, специи нельзя, растительное масло нельзя, там какие-то овощи, например, баклажан, потому что это называется как eggplant, да, на английском, как, ну, протеин, что ли, там много, я не знаю, но хотя это же овощ, ну, в общем, его тоже нельзя. И там ряд тоже овощей, например, болгарский перец, его тоже почему-то нельзя, там огурцы можно, помидоры можно, помидоры там хоть сколько ешь, фрукты все можно, там арбузики, вот это вот все, ну, как бы можно. Ну, и, значит, у меня первые дни, ну, как бы я себя вообще прекрасно чувствовала, у меня, знаете, получилось как интервальное голодание. С утра я встаю, я пью чай, мне приносили всегда чай, всегда, ну, вот это или анти, или нау, ну, две наши вот эти помощницы, кто-то готовил чай, потому что в чужом доме, ну, это считается как чужой дом, потому что, ну, как здесь не жил дедушка, ну, в общем, где дедушка жил, там можно зажигать огонь нам, газ, а здесь нельзя уже, и нельзя готовить. Ну, значит, приносили мне чай, я пила там с печеньками, потом на второй завтрак у меня по классике был, значит, сок свежевыжатый, прямо около нас очень много вот прилавков, где, ну, прям при тебе там выжимает вот этот сок, и, значит, пила вот его. На обед у меня была вот эта картошка, которую я вам рассказала. На закате надо было один раз ужинать, ты сидишь на полу, как раз-таки в доме у дедушки, собирали все главные родственники, все вместе ужинали, и лицом на восток мы должны все сидеть. И, значит, там можно было есть чечевицу, точнее, готовили все, ну, как бы для всех одинаково чечевицу, рис, какие-то соусы перетертые, типа как кинза, чили, соль. Соль обычно нельзя есть, только каменную можно есть, называется в Индии седанамак. И что? И картошку, пюрешко из картошки. И вечером я приходила, конечно же, весь этот рис, картошка у меня очень быстро переваривается, у меня метаболизм как бы хорошо работает, и поэтому через 2 часа стабильно я была голодная. Поэтому еще раз вот эту вот картошку, все у меня как картофельная диета вот эта получилась. Ну, и, значит, первые дни я все прекрасно чувствовала, а вот уже, наверное, со дня пятого у меня пошли очень сильные расстройства живота. Я не знаю, от чего это пошло, может быть, я, значит, я же люблю протеин. И я начала вот эту, значит, чечевицу большими такими тарелочками, значит, просто выпивать, чтобы у меня организм получал какой-то протеин. А у меня, видимо, пошло какое-то расстройство, то ли сдутия, то ли что-то вот это. Я себя ужасно чувствую последние 4 дня. Просто я не могу сидеть вот ровно, у меня все в животе вот так вот, вот так вот, знаете, как будто там, короче, вот этот эффект у меня в животе. И я жду уже сегодня 9 день, сегодня можно будет вечером, не знаю, какая-то еда, мне никто толком не рассказывает, но говорят, что сегодня уже закончится пост, завтрашнего дня уже можно будет нормально есть, а после завтрашнего дня можно будет есть невегетарианскую еду. Короче, вот так вот, мы скоро уже поедем в ГО, а там будем восстанавливать свой желудок. Ну, хотя, знаете, здесь вся, ну, как бы отварная еда. Обычно, ну, как в Индии много жареного, да, а тут много отварной еды там. Значит, как я грешила, я вам сказала. Когда я мыла лицо, значит, обычной умывалкой, и я, значит, вот сюда шампуньку на макушку нанесу, и вот так вот смою, а сзади все грязное. У меня человек спрашивает, ты что голову помыла? Говорю, нет, смотри, у меня все там грязное. Ну, хотя бы ты видео, да, снимаешь, тебе не так, даже на себя в зеркале смотришь, тебе хотя бы не так отвратительно на себя смотреть с вот этой головой. Но сейчас я ничего не мыла, потому что сейчас какие-то, что-то будет. В общем, мне что-то на волосы сначала, на одну прядку нанесут. Я так и не поняла, вам все буду показывать. Что-то нанесут на одну прядку, потом нужно будет помыть голову, все нормально помыться, типа, ну, как траур заканчивается уже, подходит к концу, можно мыться. Я не знаю, что у меня тут происходит. Ну, дети себя чувствуют просто прекрасно, свободно. Тут, значит, достали постельное белье. Но меня одно радует, что сейчас надо это все стирать. У меня машинка уже работает, это будет следующая партия. Ну, вот они, значит, Вика где-то узнала слово шалаш. Хотя, ну, как бы, мы вроде бы не изучали слово шалаш. И тут раз, она говорит, мама, сделай себе шалаш, себе и Карине. Ну, это, ну, ладно. И вот это, знаете, зачем? От солнца закрылись продуманки. Около нас есть вот эти комнаты, в которых, ну, как родственники приезжают, живут. И, смотрите, здесь тоже принято менять постельное белье. Здесь тоже сняли постельное белье. Это, кстати, матрасик. Вот такой тоже старый какой-то. Музыка. Что тут происходит? Тут и наша антия залила. О, теперь они точно будут чистые, наши ступеньки. Я сейчас все быстренько уберу, потому что наш второй этаж, вот эту сирасу тоже, будут мыть помощницы. И все это постельное белье сейчас отправлю стыркать. Где сейчас находится Шекер? Он, значит, уехал туда, в деревню, где был дедушка, к другим мужчинам, самым главным родственникам этого дедушки. В дедушке, когда кто-то, ну, как отец, дедушка, ну, в основном это, ну, как самый-самый близкий родственник, умирает мужчинам, принято сбривать волосы.